9 января 2019 года, без малого через 10 лет после старта первой журнальной автомобильной серии в киоске завезли новинку. Первый выпуск журналки, посвященный Формуле 1. Запуск этой серии сопровождался залпом рекламных роликов со всех каналов, имеющих хоть какое-то отношение к масштабным моделям, и даже обзорами от любителей Формулы 1. Кто-то мучительно пытался выговорить имя Аэртона Сенны, кто-то просто зачитал рекламную шпаргалку от издателя, некоторые заглянули в куцую русскоязычную википедию, а поклонники Формулы 1 поведали с экрана своим зрителям, что дайкасты – это штамповка, и при этом не смогли произнести до конца мини-чампс. Обзоры Формулы 1 в любом виде – дело вообще неблагодарное и даже травмоопасное. Издавна в автомобилях и футболе разбирается каждый. А уж если кто серьезно увлекается автогонками, то ему и Алексей Попов не указ со своим 30-летним опытом комментатора и общения в паддеке Формулы. Благо, нынче действительно в этих наших интернетах можно найти огромное количество информации – от книг до видеороликов. Но новая журнальная серия на нашем рынке, как ни крути, все равно событие, даже если нацелена она на узкую группу поклонников королевы автоспорта. Поэтому сегодня мы распакуем и поразглядываем со всех сторон первый выпуск этой журнальной серии. Благо, по давно заведенной традиции, его продают почти в 4 раза дешевле обычных регулярных выпусков. За Макларен Айртона Сенны 1988 года просят 200 рублей, но за следующий выпуск придется выложить уже 400, а начиная с третьего цена будет 700 рублей за машинку. Эти 700 рублей – полноценные 9 евро. Примерно за столько и продавалась эта журнальная серия в Европе во времена своей молодости. За свежие выпуски в Италии сейчас просят 12,50. Да, это переиздание, хорошо известный и вышедший во многих странах от Европы до Южной Америки журнальной серии, посвященной Формуле 1. И те 140 выпусков, которые обещает русская версия, это уже вышедшие модели, которые при желании вполне можно купить прямо сейчас. Ну, если, конечно, есть такое желание, банковская карта и начальные навыки покупок в интернете. Но если быть совершенно точным, то вчера в Италии как раз вышел 128 выпуск серии, а 140-й должен появиться в киосках в начале июня. Стоимость журнальных выпусков зарубежных интернет-магазинов от 5 до 12 евро. Но за некоторые выпуски могут и 20-ку попросить, хотя при должной настойчивости на ebay можно найти модели и ниже отечественной розничной цены, которая будет 700 рублей за выпуск. Да и у нас эта журнальная серия уже засветилась. В сентябре 2017 года в Ексеринбурге и Челябинске прошли тестовые продажи первых выпусков. Так что самые нетерпеливые собиратели уже поставили на полку несколько машинок из этой серии. Занятно, что первый выпуск теста и регулярной серии одинаковые, а остальные будут другими. Первый выпуск это Макларен МП44 1988 года. Одна из самых известных, легендарных и удачных машин за всю историю Формулы 1. 15 побед в 16 гонках сезона. 15 пол-позиций. Айртен Сенна и Аллен Прост за рулем болида лидировали тысячу три круга из 1031 в сезоне. Интереснейшее противостояние двух великих пилотов, интригов, вплоть до предпоследней гонки. Это была настоящая, непредсказуемая и живая формула конца 80-х годов. Ирон Деннис, сделав в 88 году ставку на старый двигатель Хонды в последний год перед изменением регламента и перед самым переходом на атмосферные двигатели, получил машину с турбомотором, которая доминировала весь сезон. Никогда, пожалуй, в одном флаконе не было такой удачной смеси из шасси, мотора, гонщиков и менеджмента. И результат этой машины никто так и не превзошел. Хотя в новейшей истории Формулы 1 бывали сезоны доминирования одной команды с более длинными сериями выигранных гонок. Несмотря на адрес производителя в Бангладеш, масштабная модель болида это изделие, хорошо известная нам конторы Premium Collectible Stoys, что клепает машинки для большинства журнальных серий. Со всеми вытекающими. Упрощение, ошибки, небрежная сборка, окраска и типичное китайское качество. И если в случае 200 рублей за первый выпуск это может быть и простительно, то покупая машинки за 700 уже придется чуть более внимательно отнестись к покупке. Тем более, что масштабных моделей автомобилей Формулы 1 в мире выпущено огромное количество. И этим занимаются гораздо более приличные производители. И зачастую можно встретить евро за 20 какой-нибудь мини-чампс, который на две головы превосходит в качестве изготовления и проработки машинки из журнальных серий. Спортивной темой глубоко занимаются и Spark, и TSM, и огромное количество других производителей масштабных копий в нашем размерчике 1 к 43. Так что если серьезно подойти к теме коллекционирования масштабных моделей автомобилей Формулы 1, то есть из чего повыбирать. Макларен из первого выпуска сразу же режет глаз вовсе не огромным количеством винтов, при помощи которых китайцы собрали эту простенькую модельку, и не линии разъема пресс-формы, хорошо заметны на всех четырех колесах. Глаз режет отсутствие титульной рекламы Мальборо. В рамках борьбы с курением нынче и гранды масштабного модели строения тоже выпускают машинки без таких надписей. Правда, часто вкладывают недостающую рекламу в виде декалей для самостоятельного нанесения. Но, конечно же, не в этой журнальной серии. Так что готовьте еще рублей 200, а то и 300 за небольшой листок декалей Мальборо для этой машины. Без табачной рекламы этот болид лишь полуфабрикат, ведь это Мальборо Макларен Хонда. Итого Макларен с декалями обойдется уже рублей в 500, а обычный выпуск серии примерно в 1000. Правда, даже купив переводные картинки, привезти машинку в соответствии с прототипом будет проблематично. Помимо искаженной формы самого болида, китайские, ну или бангладешские маляры неправильно нанесли красную часть характерного окраса Макларена. И уместить надписи Мальборо на положенных местах будет проблематично. Ну и по давно заведенной китайской традиции, производитель не совсем точно попал в оттенок красного цвета Мальборо. Удостовериться в это может любой курильщик, приложив пачку сигарет к этой машинке. Сама моделька изготовлена очень простенько. Особенно бросается в глаза толстенная передняя ось и грубые детали подвески. Хотя надо отдать должное. Ось все-таки покрасили в черный цвет, чтобы не так было заметно. Кокпит изнутри не проработан, хотя реклама вроде бы обещала панель приборов в этой журнальной серии. Несомненным достоинством модели, конечно же, является бокс. В отличие от The Agostini, издательство Чантаурия продаёт свои модельки в полноценной упаковке. И очень жаль, что издателю не хватило смекалки вложить маленький листок декалей вместо огромного картона и рекламы на хорошей бумаге. Затраты копеечные, но таким ходом можно было бы подкупить большое количество собирателей. Впрочем, это же бизнес, ничего больше. На подиуме модели, кстати, старая эмблема Формулы 1, свидетельство возраста этой журнальной серии, хотя на обложках журнальчиков эмблему заменили на современную. В общем, для непритязательного собирателя или фаната Формулы 1, не очень разбирающегося в модельках, может и сойдёт. Тем более, что 200 рублей за машинку в боксе – это действительно недорого. Вообще, эта серия скорее сувениры для поклонников Формулы 1, а не масштабные модели для бывалых собирателей. Коллекционеры, которые видели модели Minichamps или Spark, вполне спокойно могут пройти мимо. Тем же, кому важно много, недорого и с доставкой в ближайший киоск, вполне могут составить пирамидку из журнальных моделей у себя на столе. И нельзя не отметить, что издатель форсит тему подписки. Она звучит рефреном во всей рекламе от YouTube до их печатных листовок. Оно и неудивительно. Подписка ведь это аванс издателю от покупателя. Какой бы шлак в дальнейшем не вышел в серии, всё равно его придётся поставить на полку. Так что будьте внимательны. Поскольку серия – это журнальная, то, конечно же, в комплекте с моделью есть и журнал. Журнальчик в этот раз – это переводной и поверхностный текст, подготовленный когда-то для зарубежных выпусков. Суровых ляпов в нём на первый взгляд не видно, фотографии и разделы подобраны близко к основной теме, и тем, кто соскучился по печатным изданиям о Формуле-1, это может приглянётся. Заодно можно сравнить масштабную модель с фотографиями прототипа и удостовериться, что китайские рукожопы изготовили масштабную модель не вполне точно. В общем, есть что в этом журнальчике поразглядывать, и как неудивительно даже есть что почитать. Но, к сожалению, интереснейшие нюансы конструкции Макларена 88-го года, как и занимательные факты из истории его создания, и многие познавательные и важные моменты из истории сезона 88-го года, противостояния, сенные просто, остались за рамками этого журнального выпуска, несмотря на приличный объём печатного текста. Серьёзно увлекающихся Формулой-1 энтузиастов такой текст с картинками вряд ли заинтересует, но для первого знакомства с машиной и сезоном, видимо, сойдёт. Видали, мы и похуже журнальчики в журнальных сериях. В итоге, конечно, надо отдать должное издателю, который решился запустить журнальную серию о Формуле-1 в России. Тема эта здесь не очень популярная, и удастся ли продавать запланированные 3000 экземпляров регулярных журнальных выпусков – это большой и сложный вопрос. Ведь в киосках до сих пор продают и автолегенды СССР, и автолегенды СССР-грузовики, и переиздание этих автолегенд под вывеской «Лучшее», да ещё и спецвыпуски пошли спортивные, милицейские, а где-то рядом стоят трактора, не говоря уже про крупные машинки издательства «Ашет» по масштабе 1 к 24. Собирателю есть из чего выбрать, и наберётся ли несколько тысяч поклонников Формулы-1 готовых ежемесячно выкладывать полторы-две тысячи за машинки средненького качества – это большой вопрос. Тем более, что без табачной рекламы, титульной для большинства успешных команд тех лет, гоночные автомобили выглядят недоделанными полуфабрикатами. И эта недостача гораздо более серьёзная проблема даже на фоне упрощённых и простецких журнальных машинок. Плюс ошибки в формах обтекателей и деталях, даже легендарные McLaren Сенны умудрились исказить. Посмотрите на форму и ширину переднего обтекателя, да и задний не вполне соответствует прототипу. Что уж говорить о менее известных моделях, которые китайцы делают в ритме журнальной серии. Если за 200 рублей кривульку можно купить 700 рублей – это уже перебор. С другой стороны, в этих журнальных сериях бывает, выходят модели, до которых серьёзные производители ещё не добрались. Кривенькие, дешёвенькие, с ошибками и недочётами, но эти машинки случаются, заполняют пробелы и в серьёзных коллекциях. Поклонники Формулы-1 со стажем помнят, что без малого 30 лет тому назад и газету «Советский спорт» приходилось покупать ради небольших заметок о Гран-при. Но потом появилась нормальная автомобильная пресса. В случае с масштабными моделями достойная альтернатива этой журнальной серии уже есть. Годы ждать не надо. И чтобы собрать коллекцию легендарных болидов Формулы-1, вовсе не надо ждать 3 или 4 года, пока пройдут все эти 140 выпусков. При наличии банковской карточки и минимальных навыков покупок в интернете, масштабные модели даже из этой журнальной серии вполне можно купить уже прямо сейчас. И обойдутся они примерно столько, сколько и будут стоить в киосках. Пишите в комментариях, что думаете про новую эту журнальную серию, про Формулу-1 вообще. Как вам первый выпуск без табачной рекламы и стоит ли этот бокс 200 рублей?